Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня мы с вами на моем балкончике, и наконец-то я снимаю здесь для вас мукпанк. Мне кажется, картинка получается очень даже ничего, а лучше будет, если я сниму мукпанк ночью, когда все эти здания светят, и просто напротив меня будет освещение. Я думаю, что будет обалденная картинка. Не знаю, что насчет звука, но надеюсь, что звук тоже нас не подведет. И давайте начнем кушать. Я купила вот такие вот огромные просто сортельки. Я такие изначально хотела, но в прошлый раз мама купила не очень прям такие крупные, поэтому в этот раз я сама сходила и даже во влоге, по-моему, вам снимала. Не знаю, выйдет, не выйдет влог, но надеюсь, что выйдет, потому что я старалась. Кетчуп тоже заканчивается. Тут у нас еще йогурт. Я решила такой, знаете, микс на воздухе и чай. Конечно же, наши любимые. Маслина, картошечка, огурчик и немного салата. В прошлый раз я взяла слишком много, поэтому доесть до конца не смогла. Кажется, что вот эти сортельки, они почти такие же, как сосиски. На самом деле нет, они огромные, поэтому брать много я не стала. Вкуснотичка. Сразу я бы хотела затронуть тему. Меня там в комментариях обвиняли, что Айка не поддерживает Азербайджан. Она не рассказывает про ситуацию в стране, про вот этот конфликт. Но, ребята, если вы не подписаны на мой инстаграм, это скорее ваша проблема. Я поддерживаю свою страну. И если бы вы были бы подписаны, вы бы мне такие предъявы не кидали. И вообще я заметила, что все накинулись на блогеров. И на армянских, и на азербайджанских. Что почему вы не высказываете свое мнение, почему вы ничего не говорите. Ребят, если бы этот конфликт можно было бы решить с помощью блогеров, мы бы все бы объединились и решили бы. Естественно, я считаю, что это наши земли. Я считаю, что это можно решить мирным путем, без войны. Война никому не нужна и так далее. Но так как я не спец в политике, я могу вам сказать какие-то такие данные, которые не совсем правильные. Или которые оглашать нельзя, например. Поэтому не заставляйте, пожалуйста, меня лезть туда, куда мне лезть не следует. Вкусно. Очень вкусно. Некоторые спрашивают, например, люди из других стран, из России, из Украины. Айка, по телевизору говорят много, что расскажи про ситуацию на границе. Ребята, вы так говорите, как будто я нахожусь на местах именно боев. Я должна вам рассказать, как там дела. Я тоже, как вы, смотрю телевизор и узнаю новости из интернета, из СМИ и все дела. Так что, как это так, я надеюсь, что мы друг друга поняли. И больше не будет таких обвинений. Если звук будет хороший, я всегда буду для вас вот здесь вот снимать. Но я не уверена, что вы останетесь довольны звуком. Потому что все-таки шум есть, а микрофон суперчувствительный. Малейший шум. Там все слышно. Вчера весь вечер у меня болел зуб. Так как везде все закрыто. Даже не знаешь, кому пойти. Хотелось бы найти хорошего стоматолога. Если вы знаете прям хорошего профессионала, то покидайте мне, пожалуйста, инстаграмы этих стоматологов. Потому что к стоматологу, который ставил мне брейкеты, я своего врага не отправлю. Я просто очень недовольна. Прям очень-очень. До этого я ходила к другому стоматологу, который мне лечил десны. И опять же осталась недовольна. Я думаю, что найти хорошего специалиста в нынешнее время очень сложно. И дело тут даже не в тене. После брейкетов, например, у меня полностью изменилась эмаль. То есть, когда мне снимали брейкеты, мне настолько зашлифовали зубы, что они у меня стали матовые. И после этого каждый раз, когда я пью кофе, они у меня красятся. Особенно, когда я ем на шарап. Они становятся серые. И потом их невозможно отмыть. Это, конечно, бесит. Поэтому все-таки можно купить дешевую сумку, можно купить, не знаю, дешевую какую-то кофточку, шлепанцы, обувь, все что угодно. Но на здоровье экономить не надо. Тут у нас с вами самый обычный чай в этой матовой кружке. Сегодня ходила в супермаркет, увидела эту же кружку за 5 монат. А я купила ее на 30% дешевле. Я такая думала, как хорошо, вот я сэкономила. А еще сегодня я узнала от своей подписчицы, что оказывается все чеки, которые мы получаем в супермаркетах, их можно оставлять, а потом возвращать себе НДС с помощью аппликейшена. Я думаю, что это очень круто. И вот сегодня я получила чек, правда, не очень большой, но все равно. Если возможно вернуть денежку, почему бы это не сделать? Часто люди не пользуются какими-то полезными акциями, просто из-за того, что они не знают про существование этой акции. они думают, вот, лохотрон. в Ютубе, по крайней мере, у нас в Азербайджане всегда рекламируют Юмико. Все просто перелистывают эту рекламу, хотя это очень выгодная штука. То же самое касается Макдональдс и аппликейшена. Вы просто загружаете эту программу и получаете меню на 30% дешевле, некоторые меню. В общем, получается очень выгодно. У меня парень такой же, смотрим с ним видео на Ютубе, и он сразу опять рекламу взял перед Лесноу. Я ему такая говорю, да ты послушай, что там говорят. Вдруг что-то полезно. Часто бывает очень даже полезная информация. Огромная сардельчика. Я ее прям варила. Варила, наверное, минут 10. Обычно как мамочка делает? Сверху залила кипятком, 5 минут подождали, и все. Готово. Можно есть. Мне показалось, что внутри она останется сырая, невкусная, поэтому я прям варила. вообще хорошо бы пошло без кетчупа. А че ж ты нет? На меня мой сосед смотрит, идиот. Смотришь, здесь жжет. Я хочу, снимаю, как я ем. Тебе че? Олень. Я на него смотрю, он на меня, прикиньте. Это как сегодня в супермаркете. Я иду покупать продукты. Рядом со мной никого нету. По телефону я не разговаривала. Я сама по национальности лесгинка. И получается, что парень, как увидел меня, у него такое странное выражение лица, может быть, это наш какой-то родственник, которого я не знаю, или еще что-то, я не знаю. И он прям вокруг меня крутится и начинает по телефону говорить на лесгинском. А я понимаю, что он говорит. В общем, я иду в другой отдел, он за мной. Я иду в сторону, где хлеб, он за мной. И начинает базарить по телефону на лесгинском. Видно было, что он меня узнал, либо он кто-то из наших родственников. Возможно, подписчик какой-то. Но это было максимально тупо. Это было просто просто ужасно. Я сижу здесь на балконе с этим столиком. Включаю какого-то мукбанкера, наливаю себе чай. Какой кайф! Это нечто. Я надеюсь, что звук здесь клевый. Я каждый раз здесь буду снимать мукбанки. Вот эти соседи тоже станут моими зрителями. Все, ушел. Дурачок ушел. Я очень извиняюсь, я просто не могу по-другому. я человек, который экономит продукты. Еда это наше все. Йогурт с чаем. Йогурт с чаем это кайф. ложка очень маленькая. Еще бы одну Рафаэлку бы притащить и чай бы допить с Рафаэллом. В общем, на этом все. Если вам понравился этот вид, то обязательно пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Всем желаю удачного дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok